Всем привет! С вами Ольга Чайка на канале Чайка Чертила. Сегодня у нас будет интересный обзор, обзор моего объекта, загородного жилого дома. У нас еще не решены все вопросы, мы еще не до конца допроектировались, еще не завезена мебель, еще не выбран весь декоративный свет, не отвешен текстиль, но при этом заказчик уже заселился. На самом деле ситуация достаточно типичная. И, несмотря на то, что интерьер еще не завершен, я обещаю, что будет очень интересно, потому что сам дом по архитектуре, по внутренней архитектуре помещений очень интересный. Я пришла на этот объект, когда он был в состоянии бетонного мешка, и, соответственно, стояла задача разработать интерьер и в четко обозначенные сроки вывести бригаду. На самом деле у нас здесь очень необычным образом двигался проект, то есть, посмотрите, люди уже заехали, а, если честно, проект я еще не сдала, то есть моя работа еще не закончилась. Обычно дизайнера приводят именно в том самом состоянии, когда у нас стоят внешние стены, когда у нас возведены несущие стены и не стоят межкомнатные перегородки, но, соответственно, возведена кровля. Это самый лучший этап, потому что архитектор, даже если он разрабатывает для вас индивидуальный архитектурный проект, он не может детально проработать интерьер, не может детально проработать планировочное решение, потому что у архитектора и у дизайнера разные задачи. Несмотря на то, что мы коллеги, архитектор решает глобальные вопросы, а дизайнер уже занимается внутренними помещениями более детально. Это большой дом, 430 квадратных метров. 330 квадратных метров – это жилые помещения, и 100 квадратных метров – это технические помещения и хозпомещения. К ним относятся котельные, к ним относятся гараж. Очень большой и крупный дом. Когда говорят про 90-е годы, что там были дома по 2000 квадратных метров, я, если честно, такие дома никогда не проектировали, я даже не представляю себе, как дизайнер решал такие задачи. Потому что, когда я проектирую какую-то маленькую квартиру, обычно мне сложно расположить все и вместить все, что необходимо вместить в маленькой квартире. А когда ты проектируешь большой дом, здесь совсем другие задачи. Здесь задача – наполнить это пространство. Но при этом заказчик ставил передо мной очень интересную задачу, чтобы не потерялся объем. И именно объем удалось здесь не потерять. Итак, мы находимся с вами в прихожей. За мной входная дверь. Входная дверь у нас имеет вот такие вот световые пролеты, то есть матовое стекло. Здесь у нас вход в зону гаража. Гардеробная комната. Гардеробная комната у нас будет закрыта откатными перегородками. То есть, как вы видите, мы еще эту историю не доделали. С этой стороны у нас стоит маленький диванчик. То есть, эта история пришел-разделся. То есть, небольшой такой холл. Над диваном у нас будет висеть зеркало по плану. Передо мной вы видите обрамление. Обрамление пролета. Обрамили мы пролет тем же самым плинтусом, который у нас идет по всем помещениям. На самом деле, такое хорошее, недорогое решение. Плинтус и, соответственно, обрамление пролета – это Орак Декор серия Степ. Это современная серия, которая как раз подходит под современную стилистику. В этом же ключе у нас решены верхние потолочные карнизы. Это потолочный карниз серии Степ. Очень интересная история, которая позволяет состыковать потолок и стену в современном варианте. Этот карниз можно расположить по-разному. Можно расположить его вертикально, как у нас расположен здесь. А можно расположить горизонтально и получить совершенно другой эффект. На стенах здесь использована декоративная краска фирмы Декорация. При этом декоративная краска создавалась для этого объекта индивидуально. То есть мы смешивали две декоративные краски для того, чтобы получить именно этот эффект. Одна краска глянцевая с более грубым песком, а другая краска с мелким песком и практически матовая. Мы смешали две эти краски в соотношении 50 на 50 и в итоге получили вот такой вот эффект. Я несколько раз заказывала выкрасы для того, чтобы получить именно тот эффект, который мне понравится. В этой же краске у нас решены остальные помещения. Всего по дому у нас используются три цвета. Самый светлый цвет используется в прихожей, самый светлый цвет у нас используется на кухне. В гостевой зоне у нас используется средний цвет. И темный цвет у нас используется в лестничном пространстве. Поехали дальше! Вот те самые три выкраса, на которых у нас держится, собственно говоря, весь первый этаж. За мной гостиная со вторым светом. Если у нас в плите перекрытие вот такое вот отверстие и наши окна поднимаются наверх, это и называется второй свет. Получается, что у нас отделочные материалы с первого этажа вынужденно поднимаются на второй этаж. Поэтому сразу, когда вы проектируете такую историю, надо продумать, как это будет смотреться на первом этаже, как это будет смотреться на втором этаже и как это будет все перекликаться между собой. Лестница у нас декорирована темной декоративной краской. Лестница максимально безопасная, но при этом имеет забежные ступени. Торец лестницы и низ лестницы у нас выкрашен той же самой декоративной краской. Лестница у нас имеет бетонное основание и сверху ступени из керамогранита. Полы у нас выложены крупноформатным керамогранитом 75 см на 75 см. Керамогранитка локата. Затирка у нас эпоксидная. Эпоксидная затирка фирмы Кератекс. Хочу обратить внимание на этот керамогранит. Он смотрится глянцевым, но при этом он совершенно не скользкий. Керамогранит итальянский. У итальянского керамогранита достаточно часто встречаются такие характеристики. То есть керамогранит у нас подглинцованный, но при этом не скользкий и совершенно безопасный. В этой зоне, в которой я сейчас нахожусь, это зона второго холла. У нас подсветка идет по контуру декоративная и будет центральный светильник, который у нас пока отсутствует. Сейчас я нахожусь в гостиной. Это центральная зона. Именно она у нас имеет второй свет. Здесь будет большой диван низкой посадки. Здесь же у нас будет телевизор. Это будет отдельная комната отдыха. Как вы видите, планировка такая Т-образная. То есть в одну сторону у нас уходит зона отдыха от гостиной, а в другую сторону у нас уходит кухня. Здесь будет большая люстра, которая должна у нас проходить с самого верха и должна быть видна с нижнего яруса. То есть, соответственно, если у нас здесь потолки порядка 7 метров, получается, что люстра у нас должна быть около 5 метров, для того, чтобы ее было видно при входе с первого этажа. Кухня у нас имеет двухуровневый потолок. В центральной части потолок у нас чуть повыше и имеет закарнизную подсветку. И зона над кухней у нас имеет потолок чуть более опущенный. На самом деле это сделано не просто так. Здесь проходит балка, и потолок мы опустили вынужденно. Но, тем не менее, при таких больших площадях какая-то отбивка на потолке нужна. Поэтому мы обыграли балку, и получилось очень неплохо. Обеденная группа, над обеденной группой вот такие вот светильники, и хочу обратить на них особое внимание. Смотрите, когда вы выбираете светильники над обеденным столом, нужно сделать так, чтобы они не били вам в глаза. То есть, свет должен быть очень мягкий, приглушенный, интимный, и создавать такой акцент непосредственно на столе. На кухне у нас идет подсветка. Кухня очень лаконичная, решена в трех материалах, то есть в трех цветах. У нас серый глянец, черный глянец и дерево. На что хочу обратить внимание. Когда вы проектируете кухню, три материала – это максимум, который нужно использовать, чтобы не получить такой вот винегрет стилистический. Но здесь кухня большая, помещения большие, поэтому себе это позволить можно. Витрина с черным стеклом. Это черное стекло открывается с помощью нажатия, и при этом смотрите, какое сильное затемнение. Такое сильное затемнение, что издалека кажется, что это стекло вообще не пропускает света. На самом деле, очень красивое решение, потому что посуду, которая находится за этим стеклом, практически не видно. Дальше здесь у нас угловая секция с полками, ящики выдвижные, ручки у нас все скрыты в торец, такие вот крупные выдвижные ящики, варочная поверхность. Естественно, над варочной поверхностью у нас вытяжка. Вытяжка у нас, как положено, уходит в потолок. Дальше вот эти вот секции у нас открываются тоже с помощью нижней ручки, и вот это решение, оно намного более бюджетное, чем открытие с помощью нажатия. Сушка. Вот такая вот складная система открывается с помощью вот этой ручки. Сушка на 90 сантиметров, то есть большая сушка вместительная, это очень хорошо, потому что, когда такая большая кухня, естественно, имеет смысл поставить большую сушку. Здесь у нас посудомоечная машина на 60 сантиметров, здесь у нас тоже угловая секция, и, соответственно, секция вот здесь вот у нас расположена с полками. Сверху у нас антресоль, антресоль глубокая по глубине вот этой вот колонны. Глубокую антресоль имеет смысл делать в том случае, если у нас присутствует вот такая вот колонна. Если у нас нижний уровень кухни и верхний уровень кухни, а колонны стоят где-то в другом месте, то, соответственно, глубокую вот такую навесную антресоль делать не стоит, она не оправдана. То есть архитектурно имеет смысл делать антресоль, если она привязана к колонне. Здесь у нас выдвижная секция, здесь у нас тоже выдвижная секция, и хочу обратить внимание, что вот эти вот выдвижные секции – это самая удобная история, которая бывает у современных кухонных систем. И при этом они двигаются хорошо только в том случае, если они достаточно сильно загружены. То есть в данном случае выдвижение было не такое лёгкое именно потому, что секция не загружена пока. Два отдельно стоящих холодильника Липхер 60 см и 60 см. Слева от холодильника у нас очень интересная конструкция. Кажется, что эта секция должна симметрично той секции выдвигаться на нас, а на самом деле это вот такая вот витрина, которая с этой стороны у нас загружается. Обеденная группа. У нас большой стол, при этом этот большой стол ещё можно разложить, то есть снизу можно выкатить крылья. Стол рассчитан на 8 персон, и стол имеет керамическую столешницу. Керамическая столешница – это такое вот современное решение, которое просто неубиваемое, поэтому рекомендую вам присмотреться к таким столешницам. Кухня у нас такая мекка этого дома, потому что у нас здесь выход на открытую террасу, там своя зона барбекю, и у нас здесь выход в спа-зону, заход в спа-зону. Спа-зона у нас гармонично перекликается с кухней, потому что у нас сюда затекает общий пол. На стены пошла та же тема колокаты. Внизу у нас керамогранит, на стене у нас белая керамика, но тем не менее эти два материала абсолютно подходят друг к другу. Стена у нас выложена керамогранитом под дерево. Здесь невероятный запах каких-то можжевельников, каких-то специальных пород дерева, которые используются в сауне. Мне кажется, вот эта зона, ради которой, собственно говоря, люди перебираются из Москвы, из крупных городов за город, это просто что-то невероятное. Очень жалко, что нельзя передать запахи, которые здесь витают в воздухе, передать вот так вот вам в экран. Это просто что-то удивительное. На самом деле сауна очень вместительная. Я затрудняюсь сказать, на сколько человек она рассчитана, но я так думаю, что здесь, наверное, вчетвером, а может быть даже и в шестером будет очень-очень комфортно. Здесь у нас душевая кабина в строительном исполнении, и это такая вот привилегированная тема загородных домов. То есть до последнего времени в квартирах было запрещено использовать трапы. Сейчас вроде как этот норматив немножко поменялся, то есть трапы использовать можно, но при этом сделать монолитный заход в душевую кабину нельзя, а в загородных домах это сделать можно. Тем не менее, здесь есть порожек, потому что с помощью порожка проще обеспечить слив, то есть проще замуровать систему трапа. Душевая кабина здесь на самом деле очень-очень крупная, это здорово. Это туалет при СПА-зоне, и здесь у нас керамогранит выложен только до середины помещения. Очень часто вы меня спрашиваете, можно ли в туалете стены красить. В туалете действительно можно красить стены, потому что, собственно, воды здесь нет. То есть у нас стоит унитаз, и у нас работает смыв унитаза. Если здесь нет раковины, то, соответственно, совершенно спокойно можно стены просто покрасить. Здесь во многих местах существуют такие отбойники на мебели. То есть, смотрите, вот мы открываем дверь, и вот дверь упирается в мебель, и, соответственно, есть вот на мебели вот такой вот мягкий упорчик. То есть мы могли поставить стопор для самой двери в пол, а могли сделать вот такую вот историю. Это зона отдыха. Светильники здесь перекликаются с обеденной группой, потому что пока у нас эти помещения визуально простреливаются, на самом деле они визуально простреливаться будут и потом. Единственное, что у нас вот здесь вот будет некоторая мебельная секция, которая будет эту зону немного отделять. В этой зоне пока никаких особо работ не производилось, то есть мебелировки пока нет. Это та самая история, о которой мы будем с заказчиком разговаривать. У нас на потолке трековое освещение, на стенах у нас бра и та же самая декоративная краска, которая у нас используется на лестнице. То есть вы видите вот эту вот шоколадную декоративную краску. На первом этаже у нас есть одна жилая комната. Это жилая комната для родителей моего клиента. И вы видите, что она решена в чуть более классическом стиле, чем весь дом. Здесь у нас декоративная краска, нанесенная шпателем, краска под шелк по всем стенам. И декоративная краска с использованием кварцевого песка, та самая, которая у нас используется во всем основном пространстве. На полу у нас лежит ламинат. Ламинат у нас холодного серого оттенка, именно потому что он перетекает в основные полы, которые выполнены в сером мраморе колоката. Двери. Здесь везде используются двери компании Профильдорс. Все двери у нас белые, с небольшими раскладками. Где-то у нас одна раскладка на двери, где-то у нас три раскладки на двери. И все двери у нас обрамлены вот в такой вот алюминиевый кант. Ручки фирмы Систем. Это турецкие ручки. Эти турки полностью скопировали фабрику Тупей, португальскую фабрику Тупей. Но они значительно дешевле, поэтому я достаточно часто своим заказчикам предлагаю вот эти дверные ручки. С фабрикой Профильдорс у меня очень хорошие взаимоотношения, потому что у меня есть прекрасный дилер, у которого очень хорошие установщики. И так вышло, что достаточно часто мои заказчики покупают именно Профильдорс, потому что они очень хорошие по цене. И потому что я предлагаю хорошего дилера с хорошими установщиками. А хорошая установка у дверей это 50% успеха, потому что запил под ручки, запил под петли очень часто происходит на объекте. Это гостевой санузел. На стенах у нас итальянская керамика, то есть итальянская плитка из белой глины. Всего используются два цвета. Один цвет у нас достаточно гладкий, похожий на декоративную штукатурку. И вторая плитка у нас рельефная, в таком шоколадном цвете. Стены у нас сверху выкрашены. И хочу обратить ваше внимание, что при входе у нас плитка уложена выше, чем по всем остальным стенам. Потому что здесь у нас идет вставка дверей. И очень тяжело красиво подвести укороченную плитку, то есть плитку, которая доходит до середины дверного полотна, подвести к наличнику. Очень тяжело это чисто сделать. И поэтому часто я предлагаю именно такое решение, если у нас плитка идет не по всем стенам до потолка. Светильники на потолке у нас имеют два режима включения. То есть два светильника на душевую кабину у нас включаются отдельно. Пять светильников в общей зоне у нас включаются отдельно. И так как у нас здесь душевая кабина в строительном исполнении, светильники у нас все с IP-защитой. То есть если здесь все распарить, перепарить и пустить вот эту вот влагу в воздух, соответственно, у нас со светильниками ничего не произойдет. Лестница у нас имеет забежные ступени. Забежные ступени, естественно, мы старались меминизировать, потому что забежные ступени – это всегда тема немножко опасная. Но здесь у нас получилось сделать все очень грамотно и безопасно. Пока я стою вот на таком обрыве, потому что здесь у нас не установлены перила и не установлено вот это вот ограждение между перекрытием второго этажа и между лестницей. Здесь будет стеклянное ограждение. Такое же стеклянное ограждение, которое у нас идет по основному торцу перекрытия. Посмотрите на подсветку ступеней. Подсветку ступеней можно сделать двумя способами. Можно подсветить каждую ступень с помощью LED-ленты, а можно сделать вот такую вот точечную подсветку, которая у нас идет либо через одну ступень, либо через две ступени. В данном случае через две ступени. Керамогранит, который мы используем на лестнице, он имеет серый оттенок. Он очень красиво гармонирует с мрамором колоката, с керамогранитом под мрамор колоката, который у нас идет по всему первому этажу. Но при этом он не из-за этого керамогранита, именно для того, чтобы не было перебора. Здесь у нас высокая люстра. На самом деле в любом загородном доме, в котором у нас два уровня или три уровня, мы имеем такой вопрос, что нам вешать в лестничное пространство. Потому что лестница – это всегда такая вот история красивая, и хочется здесь повесить какой-то красивый светильник. Люстра должна быть высокая, как в данном случае. Это холл второго этажа и такая мини-гостиная второго этажа. Здесь будет свой диван, здесь будет свой телевизор, здесь у нас две гостевые комнаты, спальня хозяина и кабинет хозяина. Здесь вы видите на потолке люк, там наверху мансардный этаж, который пока никак не задействован. Поэтому лестница туда небольшая, складная, можно сказать, техническая. Это хозяйская спальня. Здесь у нас декоративная краска в изголовье кровати, остальные стены у нас покрашены гладко под валик. Примечательно то, что эта краска и колер стен абсолютно соответствуют друг другу. То есть они по вееру NCS покрашены абсолютно в тот же самый цвет. Только декоративная краска плотнее по тону, а остальные стены, которые покрашены с гладкой краской под валик, чуть светлее. Из этого помещения у нас выходят две двери. Одна дверь ведет в гардеробную комнату, а вторая дверь у нас ведет в хозяйский санузел. В хозяйском санузле у нас используется итальянская плитка трех цветов и двух фактор. Светлая плитка гладкая с небольшим эффектом декоративной краски, рельефная плитка светлая и более темная плитка у нас используется на полу. На полу у нас лежит, соответственно, керамогранит из той же коллекции, что и настенная плитка. Плитка имеет небольшой эффект металликой, поэтому она, несмотря на то, что очень лаконична, несмотря на это, она интересна. Хозяйский кабинет, который у нас пока не обставлен. Очень красивый цвет стен. Получился подобрать очень красивый цвет стены. Настолько он понравился нашему заказчику, что он этим цветом еще окрасил одну из гостевых комнат. На потолке у нас трековое освещение. Мебелировки, как вы видите, пока нет. И из этого помещения у нас выходит санузел. Санузел получился очень красивый, очень эффектный. Санузел у нас изначально был определенной формы. То есть он получился узким, просто изначально по архитектуре дома. Здесь толстая несущая стена, достаточно узкая дверь. И здесь мы именно спасались. И спастись получилось. То есть на самом деле сейчас он тесно мне кажется. В торце у нас душевая кабина в строительном исполнении. Раковина, унитаз, зеркало. Ну, собственно говоря, все, что присутствует в любом санузле. Что здесь удачно? Очень удачно подобрана коллекция керамогранита. Это итальянский керамогранит под фруктовую породу дерева. Если я правильно помню, это яблони. Вот эти вот красивые сучки и эффектные затеки, собственно говоря, держат весь дизайн санузла. Собственно, они и создали весь дизайн этого санузла. Это гостевая комната. Как я вам говорила, в кабинете получилось подобрать такой красивый цвет стен, что мы этим же цветом окрасили гостевую комнату. Но при этом смотрится совершенно по-другому. Здесь этот цвет смотрится немножко оливковым, а с той стороны этот цвет смотрится более серым. И это как раз тот самый эффект, который нам дает сторона света. С этой стороны у нас юг, а с той стороны у нас север. Соответственно, более какое-то холодное, что ли, освещение дает вот такой вот холодный оттенок. Мебелировка здесь пока отсутствует. Единственное, что у нас есть кровать. Кровать из Икеи. И на самом деле то, что чаще всего происходит с гостевыми комнатами в загородных домах, они обставляются в Икее. Мы завершили наш обзор. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Я хотела показать, в чем разница между проектированием и ремонтом загородного жилого дома относительно квартиры. Надеюсь, мне это удалось. С вами была Ольга Чайка на канале Чайка Чертила. Подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм.